Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Большая стройка, празднование с размахом и множество преференций. Минтруда рассказали, на какие пенсионные гарантии могут рассчитывать многодетные родители. О чем речь? Песни у костра. Школьники собирают чемоданы в загородные лагеря. Все, что запланировали и задумали, мы сделали. На какие заезды есть еще места? Отдых у воды все ближе. В городе продолжается подготовка пляжей к купальному сезону. Мы берем пробы воды на санитарно-химические показатели. Где можно будет охладиться? С ветерком. Разогнаться можно до 25 км в час, однако превышать не следует. Сколько бубрычан пересели на топовые средства передвижения? От стройки до медицины в Могилевской области студотряды готовятся к продуктивной работе. Приобретать навыки, а также общаться между собой. Где молодежь будет обогащаться опытом? Меры безопасности, радикальное решение и опасный ход. В Великобритании из-за нехватки мест в тюрьмах некоторых заключенных выпустят на волю. Когда? Александр Лукашенко с государственным визитом посетил Азербайджан. Глава государства встретился с президентом дружественной страны Ильхамом Алиевым. Сперва обсуждение один на один, после расширенным составом. После переговоров лидеры стран подписали пакет международных документов. Александр Лукашенко также отметил, Азербайджан очень много добился за последние годы. Прежде всего в решении своей главной проблемы – возврата земель. Мы как братская и очень дружественная для вас страна, не только потому, что мы друзья давние с Ильхамом Гейдаровичем. Да, мы и с Гейдаром были в хороших отношениях, пусть недолгое время, но мы с ним работали душа в душу. Я очень уважал этого человека еще в те советские времена. И часто Ильхам Гейдаровичу говорю, что вы очень много сделали. И прямо сказал ему сегодня, что вы живете в раю, у вас райская природа. И то, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляя, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. Глава государства напомнил, страны реализуют дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества. В скором времени стороны актуализируют документ. По словам Александра Лукашенко, есть проекты, которые надо не просто прорабатывать, а осуществлять. Один из них – совместное производство комплексных удобрений. Во второй день визита президенты посетили возрождаемые территории. Как заявил белорусский лидер, нужно создавать здесь рабочие места, обеспечивать гражданам достойную жизнь. Наша страна готова принимать участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов. Мы хотим, чтобы все государственные услуги сосредоточились в одном месте, чтобы было доступно. Поэтому и другие органы, и региональные ведомства, и все будут находиться здесь. Чтобы человек не шлялся, по городу пришел. И потом, я скажу, Александр Григорьевич, эта модель, которую мы сейчас осуществляем в Карабахе и в Восточном Зангизуре, потом она будет востребована и в других регионах. И в плане городостроительства, и в плане управления, и в плане коммунального хозяйства. То есть это современная модель, которая изменит Азербайджан полностью. Александр Лукашенко также ознакомился с новой воздушной гаванью. Это один из семи международных аэропортов страны. Аэровокзал начали строить в январе 21-го, а уже в сентябре тут приземлился первый самолет. Церемония открытия состоялась через месяц с участием президентов Азербайджана и Турции. Под контролем родительские привилегии и кому можно. Опубликован проект по разрешенным видам бизнеса для ИП. Что в списке? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. В Минтруда рассказали, на какие пенсионные гарантии могут рассчитывать многодетные родители. Для матерей, родивших четырех детей, страховой стаж для назначения пособия снижен до 10 лет. Также воспитывающим ребенка-инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше. Опубликован проект по разрешенным видам бизнеса для ИП. Индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут работать примерно в 15 отраслях. Среди них сельское хозяйство, обрабатывающее промышленность, строительство, транспорт и другие. Министерство экономики инициировало публичное обсуждение документа о предпринимательской деятельности. Мнение о нем можно высказать, начиная с 15 мая в течение 10 дней. В Беларуси создана Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2024-м. Ее работа позволит обеспечить защиту прав и интересов абитуриентов при поступлении в вузы и колледжи. В случае необходимости члены комиссии будут принимать оперативные меры реагирования, чтобы исключить возможные нарушения. Более 3000 арендных квартир планируют построить в Беларуси для военнослужащих. Реализовать задуманное планируют до конца 2025-го. Также в будущем, возможно, будет реализовать право на приобретение в собственность как на платной, так и на безвозмездной основе. Комфортное проживание – залог успешного и качественного выполнения задач по охране стабильного развития республики. Беларусь готовится масштабно отметить День независимости в год 80-летия освобождения. 3 июля сотни единиц военной техники пройдут колонной по центру Минска. Подготовка к параду уже стартовала. Участие примут более 6000 военнослужащих, порядка 250 единиц боевой техники. Минобороны, МВД, Погранкомитет, МЧС, Следственный комитет, Кадетские училища и специализированные лицеи представят парадные расчеты. На финишной прямой через две недели ворота загородных лагерей распахнутся перед первой сменой. Мечта готова принять под полтысячи школьников от 7 до 16 лет. В программе – квесты, конкурсы, дискотеки, новые знакомства. Наша съемочная группа смогла ненадолго окунуться в детство. Через пару недель миллион учащихся страны завершат учебный год и с головой окунутся в каникулы. Каждого ждет незабываемое лето 2024. Родители тем временем стали перед задачей со звездочкой. Чем занять своих чат? На выбор массы вариантов от поездки в деревню до лагерей. 1 июня начнут работу лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. В процессе к середине июня включаются в работу туристско-краеведческие лагеря. Вся информация о сменах, о датах заезда размещена на сайте управления по образованию. В целом в летний период 2024 года мы планируем оздоровить в лагерях различного типа. У нас будет работать более 100 лагерей, более 8 тысяч детей. Школьные, загородные, военно-патриотические. Места отдыха не покладая рук наводят лоск. Ремонт, уборка, закупка оборудования. На подготовку из республиканского бюджета выделено более 600 тысяч рублей. К приезду первые смены. Все должно быть готово на все 100. Мебель белорусского производства вместит все, без чего подростки не мыслят жизни. Все, что запланировали и задумали, мы сделали. Всегда пытаемся их удивить. Для того, чтобы у них отдых был не просто пребыванием здесь определенного времени, а чтобы им было интересно, естественно, будем пытаться удивить и в этот раз. Из новшеств можно отметить, что за счет средств, выделенных из городского бюджета, мы существенно укрепили материально-техническую базу. В частности, приобрели несколько единиц кухонного оборудования. Поэтому в этом году наша пища будет не как традиционно полезная, вкусная и здоровая, а еще будет и полезная. За несколько дней до открытия территорию обработают от клещей других насекомых. Первым делом площадки осмотрят специалисты. Только после их вердикта порог переступит молодежь. Предписания выдавались еще в прошлом году. О ходе выполнения предписаний информировались органы исполнительной власти. Председателем исполкома, в том числе, инспектировалась подготовка самого лагеря. То есть 10 мая был совместный выезд, смотрели непосредственно на месте, как выполняется, как лагерь готовится к приему детей в 2024 году. От рассвета до заката впереди у 8 тысяч бобруйских подростков три недели беззаботного времяпрепровождения. За развлечения отвечают профи. Дискотеки, спартакиады, конкурсы, песни, танцы у костра. В этом году очень большой спрос. Порядка 5 тысяч заявок мы получили. Ожидаем, что порядка 560 детей мы примем на первую снимку. Сейчас идет процесс продаж, поэтому цифра не точная, она будет еще меняться. В целом, в рамках летней озарительной кампании у нас для организации досуга учащихся будет организована работа игровых и спортивных площадок. Это ежедневно с 9 до часа и с 5 до 9 часов вечера. Продолжит работу волонтерский проект «Планета лето». На 8 площадках города будут проводиться мероприятия для организации досуга учащихся с 10 до 12 часов. Мы еще проведем энтомологическое обследование. Это будет уже в 20-х числах мая, то есть непосредственно ближе к заезду самих деток. И потом будет проведена корицидная обработка для того, чтобы дети себя чувствовали в безопасности. Девиз оздоровительного сезона – наше лето эффективное, с пользой, ярко, креативно. От ребят нужны лишь хорошее настроение, и незабываемое время им обеспечено. Кристина Риянс, Никита Швайковский, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Чайники и ковши. Плановые отключения воды начались в Бобруйске. Временные неудобства связаны с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. Отключения стартовали с микрорайонов Северный, Приберезинский, Молодежный и продлятся по 21 мая, а также с 28 по 2 июня. Инженеры проверят трубы на предмет повреждений, так как вода подается в жилые дома под большим давлением, из-за чего подземные артерии деформируются и могут дать течь. Как кто-то устанавливает бойлеры. У детей стоят бойлеры, хожу к ним. Обычно за неделю, за несколько, заранее вижу всю любую информацию. С полным графиком можно ознакомиться на сайте Бобруйского горисполкома или на boberlife.by. В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс, горожан просят сообщить по телефонам, указанным на экране. В ожидании летнего зноя. В период жарких дней многие горожане направятся к водоемам. Бобруйские службы продолжают подготовку и оборудование пляжных мест для купания. О том, где и как можно будет охладиться, узнал Роман Костяков. В настоящий момент практически все пляжи города в процессе подготовки к купальному сезону. Анализируя все недостатки прошлых лет, уполномоченные службы адаптируют территории для большего удобства и комфорта отдыхающих. Часть всего я посещаю Березину, потому что живу рядом с ней. Там я могу позагорать, могу поиграть в мяч, если я иду туда с братом, либо с друзьями. Для загара полотенца, волейбольный мяч и в принципе хватит. Даже если что иногда можем в футболе, нельзя через сетку побросать ногами, попинать. То есть время провождения у нас такое обычно. В футбол можно пляжный поиграть, покупаться, сходить с друзьями. На шинике я часто отдыхаю, загораю, купаюсь с родителями, с друзьями. В соответствии с предписаниями организации наводят порядки на подконтрольных ими зонах. Список сдач предельно понятен. Избавиться от мусора в песке, удалить травяные заросли на территории и, конечно же, очистить дно от последствий безответственного отдыха. Слава богу, еще не бита. Один из самых важных моментов для определения пригодности пляжей – биохимические показатели. Наличие в воде разного рода бактерий и опасных химических элементов может серьезно отразиться на здоровье. Именно поэтому на контроле специалистов находятся не только сами водоемы, но даже оборудованные душевые кабинки и питьевые фонтанчики. До открытия пляжного периода с сотрудниками Центра геноэпидемиологии проводится двукратное лабораторное исследование воды с интервалом приблизительно 1-2 недели. Мы берем пробы воды на санитарно-химические показатели, такие как нефтепродукты и тяжелые металлы, а также микробиологические показатели – это бактерии, группы, кишечные палочки. В этом году бобруйчане смогут безопасно и без вреда здоровью отдохнуть только в трех местах. На озерном пляже санатория «Шинник» – первом и втором центральных на берегу Березины. Однако этот перечень может как расшириться, так и сократиться. Контроль за рекреационными зонами будет продолжаться по ходу всего сезона. Если же вы хотите, как говорят, промочить ножки без каких-либо последствий, то выбирайте лишь пригодные для этого территории. Роман Костюков, Максим Калинин. Итоги недели. Вопрос жилья актуален всегда. Общежитие, аренда, новостройки, вторичка. Статистика вещает 70% белорусов своими условиями довольны. И неудивительно, в стране есть возможность приобрести любой вид крыши над головой. Первоочередное право на арендное жилье имеют молодые специалисты. Независимо от даты прибытия новоиспеченных работников, которые приехали по распределению или договору целевой подготовки из других населенных пунктов, есть уникальные возможности. Кроме того, наниматели могут устанавливать денежную помощь, выделять средства для компенсации затрат. Бобруйский горисполком для горожан и приезжих предлагает большой выбор аренды площадок. Большая часть из них пользуется спросом и уже сдана. Но есть и вакантные комнаты. Есть определенные категории граждан, имеющие первоочередное право на такое предоставление. Такие категории граждан определены в статье 111 ЖК Республики Беларусь. Информация о наличии арендного жилья, а также о сроке обращения за его предоставлением размещается на сайте Бобруйского горисполкома, а также на информационных стендах службы «Одно окно» Бобруйского горисполкома. Инфраструктура – важный фактор и с ним как раз-таки нет никаких проблем. Бобруйчане могут выбрать для себя как не новый привычный всем район, так и свеженькие, стремительно развивающиеся и перспективные локации. Арендное жилье предоставляется гражданам в различных районах города, где есть свободные жилые помещения. Хочется отметить, что арендное жилье мы предоставляем как благоустроенное, так и неблагоустроенное, требующее ремонта. Понесенные затраты на такой ремонт гражданам возмещаются путем невзимания платы за пользование арендным жильем. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, секции по различным направлениям. Для жизни есть все, и такой вариант далеко не единственный. В Бобруйске стартовал велосезон. Любителей ветра в волосах с каждым годом становится все больше. Не мудрено, ведь в Бобруйске созданы все условия – разметка, дорожки, парковки и даже специальные маршруты. Железного коня можно как приобрести, так и взять на прокат. Как устроить себе приятную поездку и где можно арендовать по хорошей цене, расскажет Юлия Вернер. Все за руль. Как только столбик термометра стремительно пополз вверх, на улицы города выехали все, кто пересел с общественного на экотранспорт. И неудивительно, велосипедная среда в стране с каждым годом становится все более привлекательной. В Бобруйске разработано 10 маршрутов общей протяженностью 140 километров. Самый длинный и самый необычный – 23. Его старт около Ледового дворца. Маршрут следует по улицам Карбышева, Минской, Крылова, Бахарова, Урицкого. Финишная прямая у Бобруйской арены. Дорога – 10 из 10. Просто, быстро, бюджетно. Сегодня дефицита, как в стране, советов на велосипеды нет. Купить, оснастить, апгрейдить – не проблема. Магазины предлагают широкий ассортимент на любой бюджет – от винтика до готового комплекта. Для тех, кто не планирует раскошеливаться, однако прокатиться не втерпеж, Бобруйская арена предлагает свои услуги – прокат байков. К слову, с недавнего времени двухколесный там можно и приобрести. По стоимости 1 час обычного велосипеда стоит 2 рубля 65 копеек, на 4 часа – 5 рублей 30 копеек. Фэтбайк 1 час – 3 рубля 15 копеек, на 4 часа – 6 рублей 35 копеек. Все велосипеды у нас в отличном состоянии, так что приглашаем всех на велопрогулки. Когда крутить, педали в лом. Последние 5 лет в топе стрит развлечений у молодежи и не только – электросамокат. Купить с дорогой гаджет не каждому посильно, ценник на девайс порой взмывает до небес. Для разовой поездки нет ничего лучше шеринга. Удобная система проката давно популярна во всем мире. Все, что нужно – скачать приложение, зарегистрироваться, привязать карту и можно ехать. Стоимость старта – 90 копеек, минута прогулки выйдет в 20. Для комфортной поездки необходимо соблюдать простые правила – вести двумя руками, не отвлекаться, быть внимательными и аккуратными. Разогнаться можно до 25 км в час, однако превышать не следует, безопасность превыше всего. Пешеходы на средствах персональной мобильности – головная боль водителей и ГАИ. Не все понимают и осознают ответственность. Соблюдать, а главное знать – ПДД – святая обязанность каждого, кто выехал на проезжую часть. В 23-м в Беларуси велосипедистам разрешили не спешиваться на пешеходных переходах. Однако многие пропустили мимо ушей вторую часть обновленных правил. Прежде чем выехать на дорогу, нужно обязательно притормозить. Двигаться по зебре следует со скоростью идущего рядом человека. В идеале использовать защитный шлем и зеркало. Велосипед должен иметь исправную тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал. Будь оборудован спереди световозвращателями белого цвета, сзади световозвращателем красного цвета, а с каждой боковой стороны световозвращателями оранжевого цвета. Одни пересаживаются на байк из-за практичности, другие таким образом заботятся об экологии. Однако с пользой велосипедных прогулок поспорить трудно. Мировой опыт показывает, тренд на экологичность всецело поглощает планету. В Норвегии на велосипедах ездит 99% населения, в Дании – 80%. Граждане этих стран за 365 дней наматывают по тысячу километров. Регулярные поездки на железном коне способствуют развитию координации движений и выступают отличным тренером для вестибулярного аппарата. Кроме того, положительно влияют на эмоциональное состояние, улучшают настроение и общее самочувствие, а также придают заряд энергии и бодрости. Сегодня в мире около миллиарда велосипедов, а это больше, чем авто. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Итоги недели. В городе продолжается набор в студенческие отряды. В топе профессию молодежи – строители, технологи, повара, аграрии и даже садоводы. Уникальную возможность посмотреть изнутри, определить преимущества и недостатки, получить карманные деньги ежегодно выбирает все больше молодежи. Бойцами студотрядов по итогам прошлого года стали свыше 6 тысяч человек из Могилевской области. Одно из самых масштабных и созидательных направлений БРСМ объединяет более 40 тысяч молодых людей по всей стране. Молодежь трудится практически во всех отраслях – строительстве, АПК, промышленности, медицине, образовании, пассажирских перевозок. Движение у Бобручан с каждым годом вызывает ажиотаж. Работа ребят в студенческом отряде помогает им знакомиться со своей будущей профессией, приобретать навыки, а также общаться между собой, знакомиться с друг другом. Приобретенные навыки помогут ребятам в будущем лучше справляться со своей профессией. Движению студенческих отрядов в Беларуси более 60 лет. За эти годы в них вступило более полмиллиона бойцов, у которых появилась возможность проявить лидерские качества, инициативу и ответственность. Молодежь задействована во всех республиканских проектах. Беспощадная стихия, технологический прогресс и нависшая угроза. В Словакии повышены меры безопасности, что послужило катализатором. Далее громкие заголовки мировых новостей. Франция ввела войска в Новую Каледонию. Радикальное решение приняли из-за протестов по поводу закона, который расширяет избирательные права французов, живущих на острове. Однако противники инициативы уверены, принятие документа ослабит права коренных жителей. Ранее мирная демонстрация сторонников независимости переросла в погромы. Были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Сотни человек пострадали, четверо погибли. В Словакии из-за угроз в адрес политиков усилили безопасность. Такие меры приняты после покушения на премьер-министра страны Роберта Фитца. По словам правоохранителей, повышенной охраной обеспечены все депутаты парламента. Кроме того, увеличен уровень защиты школ и редакции СМИ. Полиция ведет расследование гибридных угроз. В основном это комментарии в соцсетях с одобрением решения лишить жизни политика. В Великобритании из-за нехватки мест в тюрьмах некоторых заключенных выпустят на волю. Досрочное освобождение коснется только тех, у кого истекает срок. Преступники будут находиться под строгим надзором. В прошлом году численность осужденных в местах лишения свободы Англии и Уэльса достигла рекордной отметки 88 225 человек, что на 8% больше, чем в 2022. Бразилия тонет. Число пострадавших из-за наводнения стремительно растет. Список погибших насчитывает почти 150 человек. Примерно столько же пропали без вести. Однако поисковые работы осложняют непрекращающиеся дожди. Смертоносная стихия заставила покинуть свои дома более полумиллиона человек. Из-за критической ситуации перенесено два тура чемпионата по футболу. Аэропорт Порто-Алегри закрыт. Приложениями на Android можно будет управлять при помощи мимики. Например, подняв брови, можно выделить какую-либо область экрана, а открыв рот, переместить курсор. Разработчики создадут приложения, в которых пользователи смогут настраивать их, изменяя выражение лица, плавность жестов, скорость движения указателя. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск 360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!